Продолжаются наши обзоры батончиков шоколадных снеков и сегодня мы рассмотрим Snickers Crisper. Называется Crisper он скорее всего потому, что в нем есть что-то типа воздушного риса или печенья, но в принципе здесь и нарисовано. Crisper буквально означает хрустящийся, хрустящий. Ну и также у них написано Snickers, не все как всегда. Батончик такой же как все по размеру, вышел он недавно, буквально летом 2019 года. Посмотрим его отличия и состав по сравнению с обычным Snickers. Значит у нас здесь написано, как всегда, кстати поменьше текста, чем обычно. Да, обычно помните, я показывал вам, весь Snickers был просто завален текстом. Тут вот, все что есть это буквально 7 строчек, не так много. И здесь написано Snickers Crisper с жареным арахисом, хрустящими рисовыми шариками и карамелью, покрытый молочным шоколадом. То есть у нас самое важное, что добавилось, это рисовые шарики. Ну и давайте посмотрим количество белка. Сейчас, одну секунду. Извините. На 100 грамм продукта 7,1 граммов белка, 22 грамма жиров и 60 граммов углеводов. При том, что в таком батончике у нас 60 граммов. То есть мы делим примерно пополам и чуть-чуть добавляем. То есть в этом батончике у нас примерно 5 граммов белка, примерно 10 граммов жиров и примерно 30 граммов углеводов. И это совершенно стандартный состав, как и все батончики, они все примерно столько и содержат. В состав у нас такой молочный шоколад, сахар, сухое и цельное молоко, какао-масло, какао-тертый, лактоза, эмульгатор, соеволицидин, ароматизатор, натуральный экстракт ванили, глюкозный сироп, кукурузный, пшеничный, арахис, рисовая мука, масло пальмовое, рафинированное, дезодорированное, сахар, влагоудерживающий агент глицерин. То есть все здесь ровно, как в обычном сникерсе, сухое обезжиренное молоко, дегстроза, соль, ароматизатор, натуральный экстракт ванили, экстракт ванили. И в принципе я даже пропустил момент, где здесь собственно хрустящие рисовые шарики прозвучали. Странно, как будто состав недоделанный, но не важно. Значит вот такой состав по энергетической ценности составляет он 483 килокалории на 100 грамм продукта, у нас здесь 60, то есть получается примерно 260 килокалорий. Это 1,6 мужского, 1,6 норма энергетической ценности потребления для женщин и примерно 1,8 для мужчин. Ну и давайте сделаем самое важное, посмотрим, что же у нас внутри и почему она отличается. Во-первых, видите, тут написано 3, самое важное, что их не 2, как обычно, а 3. И здесь они соответственно поменьше. Так открываем, чтобы вы видели. Вот такие вот маленькие конфетки, вот они. И за ними уже идет следующее. Давайте сейчас мы его разрежем ножичком пополам и посмотрим, что внутри. А внутри он выглядит примерно так. Сейчас камера зафокусируется. То есть мы у Сникерса обычно видим вот такую же ногу сверху и снизу обычно все в орехах в таком соусе. Здесь у нас нога остается, шоколад остается. Но здесь у нас соответственно есть и орехи, и вот такие вот они вот рисовые шарики. Вот так выглядит Сникерс. Посмотрим, как он выглядит, если разрезать его поперек. Если разрезать его поперек, то он выглядит вот так. Можно увидеть, как выглядит реальный Сникерс. Видите, у нас тут как раз рисовые эти кругляшочки и орехи разрезаны пополам. Ну вот такой вот неинтересный Сникерс Криспер. Осталось его попробовать. Осталось его попробовать. Во-первых, мне не нравится. Мне не нравится вкус, я никогда не любил воздушный рис, но тоже субъективный. Посмотрите, какая интересная надпись, которая вас как бы дезинформирует. Вот нарисован весь Сникерс и написано равно 97 килокалорий. Когда вот так издалека посмотришь, о, шоколадка всего 97 килокалорий. Крутая тема. Если присмотреться, то видно, что лишь одна конфеточка, которую мы сейчас разрезали, содержит 97. А три, соответственно, содержит почти 300 килокалорий. Вот такой продукт. Но ничего страшного. Мне кажется, он не удался. Но ничего страшного в этом нет. Сникерс пробует. Из-за годов своего существования компания Марс под брендом Сникерс перепробовала более 80 продуктов. И, соответственно, что-то хорошее остается. Те вот эти Сникерсы Супер или Сной Орех, они до сих пор продаются. А что-то приходит, пробуется, выходит. Вот это и есть тестирование. И я рад, что Сникерс продолжает развиваться. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...